Задумываешься о покупке новой игры? Советую приобрести лицензионный ключ или аккаунт в проверенном магазине SourceBuy. SourceBuy Ингредиент, который ты ищешь, ломаем все цены, как трекеры. Я выдвигаю свой тезис, надежны бывают не только букмекеры. Ищешь аккаунты? Нет, это не так, аккаунты ищут тебя. Репутация, гранда, поддержка на уровне квау, ты нашел, что искал. SourceBuy, это исполняется твоя мечта. Построй свою удачу, слава, ссылки ниже. По промокоду СКРЕЙЧ вы получите 100 бонусных рублей на покупку любой игры. А перед просмотром данного ролика ты можешь узнать, какой подарок ты найдешь у себя под подушкой. Для этого поставь лайк под видео и посмотри на последнюю цифру. И да, напиши пожалуйста в комментариях, что тебе выпало. И тогда ты точно через какое-то время найдешь этот подарок под подушкой. Ну а вам я желаю приятного просмотра и погнали! Всем здарова друзья, меня зовут СКРЕЙЧ и мы продолжаем играть в Майнкрафт. И да ребят, вам безумно сильно понравилась предыдущая серия про SCP. Именно поэтому сегодня выходит новая часть. И в этой серии я планирую стать SCP-049. Кто не знает, это Чумной Доктор. Ну это гуманоидное такое существо. Очень высокое гуманоидное существо. И он очень сильно похож на средневекового Чумного Доктора. Ну знаете, вот на первый взгляд кажется, что он одет в такой черный балахон. Но на самом деле это все выросло из его тела. Да, по сути это его кожа такая, да. И сейчас я вам расскажу, как все-таки мы станем SCP-049. Но перед этим, конечно же, облутаем вот эту вот деревушку. Я надеюсь, что мы найдем там что-нибудь очень крутое. Кстати, вот этот дом очень большой и оттуда можно добыть немножечко булыжничка при помощи нашей деревянной кирочки. Так, давайте, собственно говоря, это и сделаем. Хотя бы добудем 5 штучек для того, чтобы сделать себе каменный меч и каменную кирочку. Так, ну что ж, ребят, я добыл 5 булыжника, именно поэтому создаем верстак. Теперь создаем кирочку, ну и, конечно же, создаем меч. Ну, в принципе, у нас уже есть такой неплохой наборчик. Теперь давайте отправимся в кузницу. Хотя, возможно, какая-нибудь уже железная кирочка была в этой кузнице. Ладно, давайте посмотрим. Эм, SCP-охрану, вход запрещен, зона строгой секретности, команда уничтожить. Ай-яй-яй, ай, какая команда уничтожить? Ты что, офигел что ли? Так, не-не-не, так не пойдет, не надо. А, все, мы его убили. Так, душа его выпала. Ну, ну, полежи здесь пока что. Какой-то он странный очень. Ладно, давайте заберем отсюда печки и... Стоп, в принципе, стоп. Он сказал, зона секретная какая-то, но... Что здесь секретного в этой кузнице? Я что-то не понял. Ладненько, давайте залутаем вот эти вот яблочки, железный нагрудничек и... Так, а что здесь может быть секретного? Давайте поломаем пол, возможно, мы что-то найдем. Мне на самом деле это уже интересно, и мне это очень нравится. Так, я не понял, что под этой ступенькой что-то скрывается? Эм, ладно, давайте спустимся. Так, здесь лестница валяется. Ага, я спустился. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не, стой, подожди, подожди. Давай не будем с тобой драться, я тебя так с лестницы убью. Так, ага, здесь еще один. Ладно, давайте его тоже отфигачим. Какого фига вы тут, ай, вообще делаете? Так, ладно, окей. И, угу, мы не можем войти, потому что нам нужен пропуск. Кстати, ребят, в прошлой серии мы с вами крафтили пропуск, но знаете что? При помощи специальной отвертки мы можем подделать этот пропуск и поменять уровень доступа. Давайте сделаем с вами самую дешевую карту пропуска. Она крафтится вот таким вот образом, два желтых красителя, три кирпичика, хотя давайте сразу второго уровня из железка, я думаю, это будет попроще, потому что искать глину, переплавлять ее мне не хочется. Ну а потом нам нужно будет сделать отвертку и при помощи нее мы сможем поменять уровень допуска. Я уверен, что он там безумно секретный, а при помощи отвертки мы сделаем, чтобы мы самым дешевым пропуском могли пройти туда. Ну а после того, как мы пройдем туда, мы сможем с вами стать чумным доктором SCP-049. По-моему, это безумно круто. Ладненько, ребят, давайте с вами найдем шахту и быстрее в нее отправимся, потому что я безумно хочу стать SCP-049 и просто начать уничтожать всех. Такс-такс-такс, я здесь уже вижу какую-то шахту и вау, здесь цветочки растут, здесь так красиво. Ну и добудем, конечно же, немножечко угля. Так, ну что ж, ребята, вот и первое железо, нам его понадобится на самом деле не особо много. Я думаю, ну давайте на всякий случай добудем побольше, потому что мало ли что произойдет. Три штучки, мне нужно как минимум на пропуск второго уровня и одна штучка на отверточку. Так, ну и давайте побыстренько мы переплавим это все в наших печках, хорошо, что я все-таки их украл в кузнице. Я так и знал, что они мне пригодятся. Ладненько, ставим их сюда и давайте, в принципе, это все и переплавим. Закидываем раз, закидываем два и теперь просто ждем. Так, ну что ж, ребят, наша железка переплавилась, забираем его и добываем наши печки. И да, ребят, кто не знал, SCP-049 способен общаться на очень многих языках. Капец вас тут, ребят, много. И да, ребят, он вообще на самом деле дружелюбный, SCP-049, но если он встретит того, кто ему не понравится, то он станет очень раздражительным и очень агрессивным. Так, давайте добиваем быстрее этого скелета. Господи, как здесь много всех и нам уже нужно выбираться наверх. Ладно, погнали. Так, ну что ж, ребят, я выбрался из шахты, давайте отправимся обратно вон туда, к SCP-049 и все-таки нужно им становиться. А, да, я вам забыл рассказать все-таки, как я им стану. На самом деле все очень просто. Нужно, чтобы он меня убил и я стал SCP-049-1. Так, ребят, пошел дождь, он меня немножечко напрягает. Так, дождь, пожалуйста, закончись. Так, дождь, давай, 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 заканчивайся. Все, он закончился, ребят, так что можем, в принципе, идти в ту самую секретную лабораторию. Господи, как же я хочу стать уже SCP-049. Так, что, почему ты здесь опять стоишь или это уже новенький? Так, вход воспрещен, зона строгой секретности, команда уничтожить. Не надо меня уничтожать, это я тебя уничтожу. Так, еще один, ага. Я надеюсь, стоп, сейчас же ночь. Возможно, ночью эти охранники как раз-таки возрождаются. И на самом деле это меня немножечко пугает. Ладно, давайте здесь немножечко вот так вот забаррикадируем вход-выход, чтобы они ничего не видели. Так, да, ребят, давайте перекусим яблочко. Ага, вот видите, он опять здесь появился, он, видимо, или новенького поставили. Ладно, не суть, давайте спускаться вниз. Так, давай, пошел отсюда, что ты тут вообще забыл? А, стоп, ребят, я забыл пропуск сделать, какой же я дурачок, нужно же сделать пропуск. Ладно, давайте тут будет наша база, в принципе. Так, для начала давайте сделаем отвертку, мне нужен красный краситель, но, в принципе, это не так уж и сложно. Красный краситель, как мы знаем, добывается при помощи красного тюльпана. Ну, или при помощи вот этого вот мака, да, быстрее его добываем, смотрим. Да, красный краситель, давайте сделаем как можно больше, потому что он нам 100% понадобится. Ну, а для карты допуска второго уровня мне необходим еще и желтый краситель. Он мне нужен как раз-таки для пропуска и для того, чтобы сделать оранжевый краситель. Так, ну вот здесь я вижу несколько цветочков. Так, господи, ребят, как хорошо, что я все-таки загородил того вот этого SCP-охраны, теперь он просто стоит в стеночке. Да, стой, я думаю, тебе там нравится, да? Так, ну что ж, ставим наш верстачок сюда. Э, господи, ребята, я забыл тростник, ладно, я сейчас за ним по-быстренькому сбегаю и мы продолжим. Так, ну что ж, ребят, я добыл нужное количество тростничка, так что давайте быстрее создавать бумагу. Ну, а теперь мы можем, в принципе, сразу создать и карту. Так, давайте желтый краситель сюда, маг сюда, так, теперь нам необходимо их соединить, сделать вот такую вот конструкцию, точнее вот такую вот, и мы получаем карту второго уровня. Далее нам нужны кусочки железа и теперь мы можем, в принципе, сделать еще и отвертку. Так, отверточка готова, теперь давайте добудем наш верстачок и уже будем отправляться к SCP-049. Так, вы опять живы, что ли? Какого фига вы опять живы? Ой-ой-ой, ребят, 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 что-то, что-то я не подрасчитал, меня тут запинали, вход воспрещен. Зона строгой секретности, не-не-не, это нам не нужно, убиваем их. Так, давайте отверточкой потыкаем, не подходит отверточкой, отверточкой. Все, подошло, подошло, так, подождите, ребят, здесь еще немного охраны. Так, ребят, да что вы тут, что вы тут делаете? Подожди, подожди, так, стой, стойте там, да, посидите рядом со стулом. Во, ребята, они застряли и это нам очень сильно упрощает работу. Так, убиваем их, вы, вы видели там, там что-то было? Так, здесь у нас компьютер, на компьютере ничего нет. Так, а здесь у нас какие-то странные ресурсы, это что-то, почка, господи. Так, пустой шприц, это, видимо, успокоительное для SCP-049. Далее здесь оранжевая конфета, давайте ее, кстати, скушаем. И здесь у нас лучшая в мире зубная щетка. Так, это я что, сейчас очистил пол, что ли? Это что произошло? Ладно, почистите зубы, дам. Так, давайте теперь возьмем нашу отверточку и пропуск, давайте потыкаем. Все, вау, ребят, оно сработало. Вот, а если я, так, я вот переключаю, господи, как громко. Вот, я переключил отвертку и теперь она не работает, то есть я могу настраивать при помощи отвертки разные уровни доступа. Так, так, ребят, я, по-моему, тут застрял и, а как мне-то выбраться хоть? Ага, здесь у нас получается доктор. Так, господи, ребят, вот эти блоки добываются очень сильно. Хотя, зачем я делал карту допуска, если я могу здесь все ломать? Ладно, уже не важно. Так, давай, вот он, чумной доктор. Не-не-не-не, подожди, 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 пожалуйста, подожди, вот. Ах, да, господи, ребят, что произошло? Эм, что, что со мной? Я, я теперь, посмотрите, ребят, я теперь SCP-049-2. То есть, видите, 049-ый меня вообще не атакует, потому что он знает, что я это он. То есть, мне осталось немножечко подождать, и я стану полноценным чумным доктором. Знаете, ребят, чтобы ускорить этот процесс, мне придется его убить. Прости, доктор, конечно, но я тебя убью. О, так, подождите, я вошел в его душу, и да, ребят, я стал полноценным чумным доктором. Так, подождите, что-то, что-то происходит. Ага, ребят, у меня появилась скорость, да, у меня появилась скорость, и сила, ну, неплохо, в принципе. Так, уровень 2 нужна карта. Так, ну, в принципе, нам карта не нужна, хотя, ладно, давайте. У нас есть как раз-таки карта второго уровня, потому что мы все изменили. Выходим сюда. Господи, там эти дяди лежат. О, господи, они возродились прямо на моих глазах. Пошли отсюда. О, ого, нифига я сильный. Так, ребят, я их, по-моему, загасил прям очень быстро. Ход воспрещен, зона строгой секретности. Что-то мне подсказывает, что эти ребята, которые вот тут лежат, они тоже SCP какие-то. Потому что вы видели, как они возродились прямо на моих глазах? Все-таки вон те вот, вон тот SCP, который появлялся там, это не новенький, а это просто старенький, который умирает. Так, ладно, ребят, давайте, нам нужно быстрее отсюда валить. Так, SCP охрана, пошел отсюда. Тебя мы тоже убиваем. Давайте, нужно быстрее выбираться из этой странной деревни, потому что здесь все так странно. Ладно, давайте сейчас убьем еще эту охрану. Так, пошел отсюда. Все, ребят, ладно, побежали отсюда. Так, ребят, я там вижу эндермена, интересно, со скольки ударов я его убью. Так, здесь еще зомбачок на меня решил почему-то напасть. Так, окей, эндермен с двух ударов, в принципе, неплохо. Довольно-таки сильный я, чумной доктор. Пошел отсюда скелет. Так, давайте перекусим немножечко. Кстати, ребят, SCP-049-му не нужна еда. Но, как сказано в специальной документации, SCP-049 получает от еды некое удовольствие. И, в принципе, помогает ему настроиться на нужный лад в работе. И, если вы не знаете, то SCP-049 появился во Франции в 15 веке. И, на самом деле, это безумно круто. Ладненько, ребят, я предлагаю вам куда-нибудь отправиться, допустим, в пустынный данж. И, возможно, заразить кого-нибудь. Я, на самом деле, хочу, чтобы моя жертва стала тоже SCP-049. Ого, три эндермена сразу. Ребят, вы что тут делаете в таком количестве? Давайте их всех отфигачим. Все-таки это очень просто. Ну и побежали дальше. Кстати, спустя какое-то время у меня появляются разные эффекты. Потому что, по сути, SCP-049 это всего лишь доктор. И он имеет способность... О, господи, подождите, меня сейчас убьют. Давайте немножечко отойдем. Полсердечка, господи. Господи, посмотрите, как смешно я бегаю. Главное, в кактус никакой не врезаться. А если я врежусь в кактус, то мне просто капец. Я, я ж, этот, умру. У меня полсердечка всего. Кстати, ребят, я так подумал, в предыдущей серии я играл за SCP-096. И, может быть, нам стоит найти его лабораторию и сразиться с ним. Я лично хочу очень сильно узнать, кто все-таки сильнее, SCP-049 или SCP-096. Я думаю, это будет схватка века. Так что, давайте, сразимся. Кстати, ребят, когда я держу в руке меч, удар меча и удар моей руки плюсуются. И я, получается, становлюсь безумно сильным. О, господи, это так круто. Ладно, погнали искать лабораторию с SCP-049. На самом деле, я вообще без понятия, где искать его лабораторию. Но я очень сильно хочу с ним сразиться, все-таки посмотрите на меня. Ну, мне кажется, что все-таки он будет посильнее, хотя кто знает. Опа-на, ребят. По-моему, это как раз-таки его лаборатория. Будем надеяться, что это так, потому что я хочу проверить силы. Так, да, ребят, это похоже на какую-то лабораторию. И она как-то очень странно расположена под водой. Ладно, у меня есть карта, у меня есть отвертка, значит, мы туда попадем без проблем. Так, ага, здесь у нас воздушный пузырь такой небольшой. Угу, я не могу. Так, давайте тогда будем менять уровень этого пропуска. Так, все, мы можем проходить. Да, ребята, это SCP-096. Окей, супер, давайте тогда все-таки сразимся с ним. Хотя он же, блин, он обладает безумно сильной регенерацией. И он безумно силен, и он практически бессмертен. Ладно, но надо, надо все-таки попытать удачу и сразиться с ним. Возможно, я буду на уровне с ним по силе. Так, здесь у нас обрывки бумаги, батарейка, карта второго уровня, фонарик. И здесь у нас тоже всякая фигня. Давайте фонарик, кстати, во вторую руку положим, включим его. По сути, если я держу какой-то предмет в руках, его даже не видно, и это очень круто. Так, книжки, все дела. Так, ага, карта второго уровня не подходит, давайте. Так, на улице дождь начался, супер. Давайте, вот все, карта подошла. И теперь нам нужно сразиться с SCP-096. Просто посмотрите слева, сколько у него ХПМ. Так, эй, братишка, иди сюда. Эндор-жемчуг я к тебе закидывать не хочу, потому что ты очень сильный. Давайте проделаем отверстие здесь. Привет. Ага, ребят, посмотрите. Так, а интересно, сколько он мне жизни будет снимать? Давайте проверим хотя бы на секундочку. Я надеюсь, он меня не убьет с одного удара. Так, привет, SCP. Ой-ой-ой-ой, он бегает. Что? Ты не можешь по мне попасть? А, или фонарь ему в глаза светит, или что? О, господи, ребят, неужели я выиграю SCP-096? Посмотрите, если я его бью вот таким вот образом, я его могу очень запросто выиграть. Только, господи, он разбивает стекла, и он регенерируется просто с неимоверной скоростью. Мне бы такую регенерацию. Хотя в предыдущей серии у меня была примерно такая же, и я там даже завалил эндер-дракона. Но, все-таки, ой, меч сломался. Ладно, будем пинать тебя руками. Я ему сношу по 30 хп, в принципе, неплохо. Давайте, ребят, осталось всего совсем чуть-чуть, и я его выиграю. Да, ребята, мы убили SCP-096. Притом, он мне не нанес ни одного удара, а это очень круто. Знаете, это уже о чем-то говорит. Все-таки, видимо, я, чумной доктор, его ополошил до такой степени, что он даже не стал меня атаковать. Или он меня не стал атаковать, потому что я тоже SCP. Ну, я не знаю, мы никогда уже не узнаем ответ на этот вопрос. Ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить эту безумно крутую серию. Ну, а если она вам понравилась, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был Скрэйч, всем удачи, всем пока. 10 тысяч лайков, продолжение. Субтитры сделал DimaTorzok